За сутки леса области горели 24 раза. Пожар уничтожил 800 гектаров зеленых насаждений. Это сравнимо с размерами 300 красных площадей в Москве. Ситуация накаляется с каждым днем. Из-за небывалой майской жары на Южном Урале установлен четвертый класс пожарной опасности. Огонь вновь не пощадил и частный сектор. Сегодня в поселке Тимирязевский Чебаркульского района вспыхнули хозяйственные постройки. Полыхают постройки на окраине поселения. Пламя быстро распространяется на соседние строения. Все из-за сильного ветра. Вовремя прибывшие пожарные быстро ликвидируют пламя. Известно, что никто из людей не пострадал. Точная причина пожара устанавливается. Вероятнее всего это пал сухой травы или разведение огня. Разжигать костры и жарить шашлыки в регионе запрещено. В Челябинской области сохраняется особый противопожарный режим. Пока на земле тушат огонь, в небе проходит разведка. Сотрудники управления лесами заручились помощью летчиков и провели воздушный рейд. Вместе с ними под облаками прилетел и наш корреспондент Егор Хвисюк. В критические моменты небо всегда приходит на помощь земле. Во время возникновения крупных лесных пожаров к делу привлекаются специализированные вертолеты и самолеты. Они способны ввести борьбу с огнем в труднодоступных местах. Однако, вопреки расхожему мнению, авиация помогает огнеборцам и в спокойное время. Когда на Южном Урале устанавливается сухая, ветреная и жаркая погода, специалисты управления лесами проводят авиационную разведку. И сегодня наша съемочная группа отправится в один из таких рейсов вот на этом самолете. От винта! Рассветовательный полет мы совершаем на самолете Ан-2. В простонародье он больше известен как кукурузник. Но лишь на мне больше нравится другое его прозвище, более нежная Аннушка. Все время полета наблюдатель Сергей, специалист управления лесов, внимательно смотрит в окно. Визуально он пытается определить место, где начался пожар с воздуха. Также легко оценить, насколько масштабным он будет, насколько близко подобрался к живому фонду. После того, как пожар найден, Сергей делает пометки на специальных планшетах. Это маленькие кусочки карты. Всего у него с собой около двух десятков. Из них можно собрать полную карту Челябинской области. Аннушка летит со скоростью 140 км в час. Что сравниво со скоростью обычного автомобиля на трассе. Полет проходит на высоте всего 500 метров. Это позволяет наблюдающему в замечающих деталях рассмотреть то, что находится на поверхности земли. Отмечу, что на такой высоте мобильная связь продолжает работать. Поэтому информация о всех возгораниях моментально доносится на землю, собственно, путем мобильной связи. Всего же за два часа пути нам удалось фиксировать три пожара. Один из них лесной. И еще один пожар на границе с Башкирией крайне крупный. Разведка закончена. Теперь дело уже за земными службами. И благодаря полученным данным они могут выстроить максимально эффективную стратегию борьбы с огнем. Егор Фисюк, Антон Захаревич, ОТВ.